Здравствуйте друзья. Продолжим рассматривать новинки для умного дома от Acara. И сегодня поговорим о компактном ZigBee реле Acara T1. Это как раз то, чего так не хватало раньше. Ведь существующая реле на две линии, требовала подключения нуля. Кроме этого, размер новинки позволяет устанавливать ее в стандартный круглый подрозетник без доработки, а мощность управлять даже требовательными к ней устройствами. Модель DLKZ MK12LM, интерфейс ZigBee 3.0. Тип одноканальная реле без нулевой линии. Мощность минимальная 3 Вт, максимально 1250 Вт, для LED светильников 200 Вт. Размер 42,9х40х21,4 мм. Поставляется реле в небольшой белой картонной коробке с изображением устройства и логотипом производителя. Эта версия для китайского рынка, о чем говорят надписи иероглифами, и отсутствие цветов оформлений. Посмотрим, что в коробке. Упаковано все очень компактно, что в принципе присуще китайским версиям. В глобалках коробки значительно больше. Вспомним например шлюза Acara M2. Инструкция тоже на китайском, но тут главная схема подключения, она довольно простая. Фаза входящая и исходящая, и два контакта для внешнего механического выключателя. Сзади тут есть еще QR-код, который называется install code, но куда его применить, пока не понятно, мне он не пригодился. Конструктивно реле выполнено в виде квадрата, стороны почти равны, с закругленными краями. На верхней части находится единственная кнопка, которая служит для переключения его состояния и перевода в сопряжение, светодиодные индикаторы, винты контактов. Отличительной особенностью реле Acara являются внешние антенны. Это очень хорошо, так как если устанавливать реле в подрозетнике под выключателем, то уровень связи неизбежно будет падать, а выведя антенну наружу, этого можно легко избежать. На боковой части нашелся тот же самый загадочный install code. Как я уже сказал, во всех моих экспериментах с подключениями, он мне ни разу не пригодился. На задней стороне продублирован номер модели и основные технические параметры про которые я уже сказал. Еще раз акцентирую внимание на параметре минимальной нагрузки, 3 Вт. У реле нет нулевой линии, его питание зависит от подключенной нагрузки. Реле имеет 4 винтовых контакта, все подписаны, перепутать сложно. L входящая фаза, L1 исходящая, на нагрузку. S0 и S1 контакты для внешнего выключателя. Открываются и закрываются зажимы при помощи крестовой отвертки, головки винтов находятся на верхней крышке, все очень просто и понятно. А это сравнительный ZigBee реле Sonoff Mini, про который я рассказывал в одном из своих предыдущих обзоров. Размер вполне сопоставим. У Sonoff на два контакта больше, это обусловлено необходимостью подключения нулевой линии. Версий без нуля у Sonoff на момент выхода этого видео не было. А это более понятное сравнение рядом с стандартным спичечным коробком. Как видите, размер реле очень компактный. Это позволяет легко разместить реле в стандартный круглый подрозетник, без необходимости доработок. Версия без нуля в большей мере предназначена для управления освещением, тем более, что в таких случаях чаще всего нуля в таком подрозетнике как раз нет. Для более качественного прохождения радиосигнала ZigBee, а он работает на частоте 2,4 ГГц, можно вынести наружу внешнюю антенну. На ее широкой части имеется полоска двустороннего скотча, можно аккуратно и незаметно закрепить ее на внутренней части пластиковой крышки выключателя. Толщина реле позволяет расположить поверх него стандартный выключатель, даже не используя специальный глубокий подрозетник. Для начала работы с устройством необходимо подключить его в сеть, тут все просто. В контакт L заходит фаза сети питания, а из L1 выходит на нагрузку. Подключить какую-то нагрузку обязательно, потому что она замыкает цепь. Базовое приложение Akara Home. Оно доступно и для Android и для iOS. Здесь и дальше слайды с тремя скриншотами от Android с двумя iOS. Выбираем из списка реле T1. Далее шлюз, у меня это Akara M2. После этого мастер подключения покажет, как перевести реле в режим сопряжения. Далее задаем желаемое имя для нового устройства, можем выбрать локацию и один из предлагаемых значков, чтобы было удобнее понимать чем реле управляет. После этого реле появляется в общем списке устройств, отсюда можно видеть его статус и управлять им, а также запускать плагин устройства, большую часть окна которого занимает кнопка включения, а внизу находится меню таймера обратного отсчета. Этот таймер позволяет установить промежуток времени, через который отключается реле, свой или один из предложенных. Кнопка с тремя точками в правом верхнем углу дает доступ к меню настроек. Тут среди прочего есть пункт, управляющий памятью состояния при отключении питания и типом подключенного выключателя. Такой возможности настройки я нигде еще раньше не встречал. Можно выбрать тумблер это обычный выключатель, моментный это возвратный и не подключен. Чуть дальше я наглядно покажу каждый из этих режимов и чем они отличаются. В автоматизациях Акара Хоум реле может быть и в разделе если и в разделе тогда. Для если есть 4 типа событий. Включение и выключение это триггеры и включено-выключено это условия для применения с другими триггерами, например обнаружено движение при этом реле выключено, с установкой режима соблюдения всех условий. До раздела тогда здесь три стандартных действия включить, выключить и переключить состояние. Вот пример автоматизации для постоянного контроля подачи питания, если реле выключается, то сценарий сразу либо можно поставить небольшую задержку, его включит обратно. Для версии поддаюсь никаких отличий нет, все выглядит, настраивается и работает точно так же. Синхронизация состояния фактического Акара Хоум зависит от качества подключения к интернету, если с этим проблем нет, то таймлак составляет не более пары секунд. Если ZigBee шлюз проброшен в Apple HomeKit в качестве моста, то подключенные к нему устройства автоматически попадают в систему и герой обзора не исключение, он появляется в HomeKit как выключатель. Он может управляться вручную или через голосового ассистента, а также быть частью автоматизации, например менять свое состояние в зависимости от того находитесь вы дома или нет. Из HomeKit скорость работы практически моментальная, явно быстрее чем Акара Хоум. Конечно многих заинтересует работая в Mi Home. Ее я проверял на шлюзе сяоми третьей версии, который поддерживает ZigBee 3.0. Это модификация Mi Home от Vex. В списке поддерживаемых устройств на дату съемки Акара Т1 не было, но перевести в режим сопряжения шлюз можно выбрав любое ZigBee устройство. Я выбрал двухканальное реле, но еще раз скажу разницы нет, любое устройство переводит шлюз в режим сопряжения. После этого нужно зажать кнопку на реле. По факту шлюз увидел устройство и пропищал что подключил его, но в приложении показало что ничего подключить не удалось, хотя в списке дочерних устройств появилось неизвестное устройство в оффлайне. Сделать с ним ничего кроме как удалить нельзя. А это официальный Mi Home под iOS, по тому же рецепту выбираю третий шлюз сяоми и перевожу его в режим сопряжения. Тут даже в приложении показало что устройство обнаружено и подключено. Вроде все началось многообещающе. И даже дало выбрать локацию для размещения, но в конце концов свелось все к тому же. Устройство все время оффлайн, хотя тут уже видно что это Т1, и ничего кроме удаления сделать нельзя. Я решил проверить и совместимость SprutHub на дату проведения теста версии 1.6.6b. У меня используется конфигурация на базе Raspberry Pi 3b, система развернута на eMMC 32 гигабайта и Sprut Stick 2 Pro. Устройство нормально подключается к стику и добавляется в систему. Информация о стике полученная средствами SprutHub. Так как это реле довольно новое и в свободной продаже я его пока не встречал, неудивительно, что поддержки сторонними системами управления пока еще не добавлено. Тест на совместимость ZigBee2MQTT. Для этого я использую версию для разработчиков с самой полной базой поддерживаемых устройств и Stick CC2531 прошитый в Z-Stack 3. Устройство подключается, но его модель неизвестна для текущей версии базы устройств ZigBee2MQTT. Управлять им соответственно тоже не получится. При желании, следуя по инструкции на официальном сайте проекта и получив из лого в название модели, можно написать внешний конвертер, который сможет опознать это реле и даже им управлять. Но я полагаю, что в скором времени появится и официальная поддержка, тем более, что версия реле Acara T1 с нулевой линией в базе устройств все же нашлась. А вот в прошивку SLS шлюза, начиная с версии 27 ноября, поддержка уже добавлена. Здесь все стандартно, шлюз переводится в режим добавления новых устройств, а реле в режим сопряжения. После этого устройство добавляется в общий список. Так как реле не имеет нулевой линии, по аналогии с безнулевыми выключателями Acara, оно является конечным устройством, функции роутера не выполняет. Здесь есть два параметра, уровень качества сигнала сети и выключатель. Надеюсь, что в будущем сюда добавят и управление состоянием при отключении питания. Эти же параметры в виде сущности пробрасываются и в Home Assistant. Исполнительным устройством тут является электромеханическое реле, поэтому есть явный щелчок. Работа режима сохранения состояния после отключения питания. Подключаем механический выключатель, он должен замыкать два контакта с буквой S. Эта схема мне нравится больше, чем у двухканального реле, где на контакты S нужно было подавать фазу. Проверка режимов работы выключателя. Сейчас установлен режим выключателя тумблера. Реле меняет свое состояние при любом из состояния выключателя. Логическое управление работает параллельно. Срабатывает и быстрое переключение, однако при этом шлюз начинает сообщать о состоянии соединения с реле. А в режиме работы с возвратным выключателем, реле реагирует только на одно из его положений. Состояние соединения шлюз уже при быстром переключении не проверяет. Логика тоже работает параллельно. Я предполагал, что в режиме нет выключателя, реле вообще не будет на него реагировать. Но этот режим работает точно так же, как и режим возвратного выключателя, не знаю в чем разница. Ну что ж, наконец-то в экосистеме Акара появилось то, чего так долго не хватало. Компактное реле, которое можно без доработок установить в стандартный круглый подрозетник, причем не подводя к нему нулевую линию. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok